Люди порой находят интересные вещи в земле, а бывают и не в земле. И поступить с такими подарками судьбы можно по-разному. Вот так вот покопал мой подписчик с другом в Сумской области. Женя, а так зовут поисковика, говорит, уговаривал друга часа три поехать на кок в лес. Как вы уже поняли, уговорил, пообещал ему клад найти. Как в воду глядел. Что это за штука? Так на Виолике определили, как пеньковская фибула. Необычная такая, правда? Да, там было много чего. Смотрите, яма-то какая. Да, зацепили прибором КВС-5 на глубине всего-то в 10 сантиметров. Это оказался просто мегасхрон древних времен. Может торговца, а может уже и бандита. Сейчас можно только гадать. В тайнике было больше 80 разных предметов того времени. Это браслеты, шайные гримы, колокольчики, бубенчики, пятипалые фибулы. Да много чего интересного. Да, что за форма такая у фибулы, необычная. Так умные люди думают, что это как бы 4 головы лошадей. Ну, по прообразу колесницы бога Гелиоса. Выходит вот такое вот божество на 4 головы. Такой тайник может стоить по-разному, смотря где и когда продавать. Например, как 500-700 долларов, так и несколько тысяч. Но как находка это просто удивительно. Бывает что-то интересное, можно найти даже в куче старой техники СССР. Ну да, конечно, можно найти кучу меди, кто-то скажет. Но бывают, на первый взгляд, непонятные, а потом, как оказывается, не дешевые находки. Вот такой вот катушечный магнитофон обнаружили в Чернигове. Много и бы выбросили. А зачем он? Не дискотеку же крутить. А парень поставил на форум Виолики. Хотел узнать, стоит ли он больше, чем на запчасти. И сам, наверное, не верил в успех. Или это был такой хитрый ход. В итоге, катушечный магнитофон Днепр-8 1954 года был продан. А тут лучше присядьте, если кто-то стоит. Примерно за 2500 долларов. Ага. Неожиданно, правда? А сколько вот такого пошло на медь? Так что, если хотите что-то продать или купить, можно и определить, как в старину, так и антиквариат, да вещи СССР, то ссылочку на Виолики поставлю под видео. А вот такую вот красоту тоже поднял мой подписчик. Поднял и пошел мыть. Мыл долго и отмыл. Вот такая вот красота. Что это? Каламар. По-простому это сосуд для чернила. А еще проще это чернильница. Но вот в таком исполнении, я думаю, что очень древняя, старая, в нем еще и пробочка была. Бывают по цене подобные 300-500 баксов, но вот такую я не видел. Если кто-то видел, подскажите, по периоду, по цене, ну интересно же. Порой одна находка может остановить всю стройку. Так было в Китае. Рабочие, недалеко от стоянки парк Конг, пошли все дружно после обеда по домам. Так как экскаватор поднял с земли огромную пушку. Она еще и старая оказалась, историческая ценность. Все, теперь стройка канализации поддождет. А вот такой вот, видели? Это тоже находка моего подписчика. Нашел стерка 705. Специально по просьбе Большого Дмитрия с YouTube канала о поисках золота и старины снимаю небольшой такой видосик, чтобы увидели мою находку недавнюю. Нашел был, думал, что мусор сначала. Потом, когда вторую половинку нашел, понял, что это уже не совсем и мусор. Ну и, в общем, вот с двух половинок появился у нас такой монитосик. Мелиорисий. Вот такие монетки нужно находить. А что же нашел Анатолий? Так это у нас когда-то был церемониальный Мелиорисий Ираклия. Понимаю, кто-то скажет, ключевое слово был. Все, монетки хана. Цена стремится к нулю. Оно-то так, но не совсем. Даже вот такой вот сломанный может стоить где-то 70-80 долларов. А целый стоил бы, ну как Жигули. Так что, друзья, если у вас есть интересная находка, фото или видео к ней, а главное желание поделиться, пишите. Все нужные ссылочки есть под видео. Что-нибудь придумай. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»